всем привет добро пожаловать на мой канал здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей сегодня заключительная третья часть о фаворитах 2022 года и обсудим мы уход за телом также сразу вам напомню что в описании к этому видео можно скачать бесплатный гайд по розации подписаться на мои остальные соцсети и увидит название продуктов и ссылки на них которые я покажу в этом видео не будем долго тянуть на самом деле продуктов не так много в этом выпуске я отобрала только самые самые большие мои фавориты и чаще всего они повторяются за прошлые года скажем так и начнем мы с очищения по классике с очищения кожи тела но прежде стоит наверное отметить особенности моей кожи в целом кто недавно на канале впервые смотрит мои выпуски я топик в ремиссии атопического дерматита я уже очень много лет периодически мне возникают какие-то локальные очаги плюс у меня очень сухая кожа попутно ко всему этому с гиперкератозом ее нужно бережно но регулярно отшелушивать интенсивно увлажняется абсолютно ежедневно после каждого контакта с водой у меня есть некоторые свои особенности в категории увлажняющих средств которые я предпочитаю в общем об этом по ходу выпуска я буду рассказывать в этапе очищения кожи тела у меня есть такие два правила скажем так ну во первых очищать кожу максимально бережно без использования мыла в составе очищающих средств я об этом неоднократно рассказывала на канале я выбираю всегда синдеты это может быть видим масло для душа либо виде геля какого-то и самое наверное главное масло для душа прошедшего года который я использовала три флакончика подряд это было масло цараве на самом деле продуктов этого бренда выпуске будет сегодня достаточно много потому что именно по уходу за телом я очень люблю этот бренд к сожалению он сейчас не поставляется в россию то что вы видите на маркетплейсах частности на зоне если вы посмотрите кто продавец это правило какие-то ну сами по себе люди да кто-то там непонятно откуда привозит так далее я не рекомендую приобретать такую продукцию и сама собственно это не делаю поэтому когда вы пишете под выпусками что нет нет все как бы есть продажи нет это не официальная поставляется продукция также в аптеках на остатках еще может быть что-то можно приобрести но с июля поставки остановлены я писал это своем telegram канале одна из первых поэтому кто подписан знал уже запасался любимыми средствами но тем не менее это были мои любимые продукты поэтому я про них сегодня рассказываю так вот самое любимое очищение в плане мягкого очищения кожи тела это было масло цараве 3 флакончик у меня закончилась вы неоднократно могли видеть выпуске пустых баночек не могу сейчас показать упаковку но где-то здесь прикреплю картинку это масло новинка которая вышла в конце двадцать первого года в декабре и очень мне полюбилась потому что она хорошо пенится не содержит одушек не оставляет никаких следов на коже тела применяла как для лица как умывалку зимой мне очень нравилось так и для очищения кожи тела потрясающий вариант можно с одного месяца применять для взрослых и детей я бы сказала такая золотая середина в маслах для очищения кожи тела от топиков просто сухой кожи и рекомендую с ним познакомиться если такая возможность у вас есть и 2 так сказать второе правило которое я использую в очищении кожи тела это чередование какого-то мягкого очищения масла или гели синдета синдет это то что содержит только пап своей моющей основе без мыла я чередую с каким-нибудь гелем имеющим в составе кислоты кислоты нужны для того чтобы отшелушивать роговевшие клетки на поверхности кожи я не могу использовать мочалки скрабы и так далее поэтому я предпочитаю что-то с кислотами в небольшом проценте и самое любимое средство в этой категории это опять сыровая но что поделать я действительно пользуюсь этим брендом не первый год именно в уходе за телом и у меня здесь в руках очищающий гель с лициловой кислотой здесь ее немного но тем не менее на работает и церамида здесь составе гиалуроновая кислота это линейка эссея для сухой огрубевшей кожи то есть этот гель изначально создан для того чтобы мягко отшелушивать кожу он хорошо пенится очищает в меру не до скрипа можно и для лица использовать если есть такая необходимость причем никогда у вас сухой тип кожи потому что в переводе с этой упаковки некоторые путаются именно когда она огрубевшая то есть есть необходимость отшелушивать поэтому для проблемной кожи жирный комбинированный этот гель тоже можно применять и мне нравится как он работает действительно при регулярном использовании кожи чуть более гладкая но исключительно при постоянном использовании это не знаю какая по счету моя упаковка и все годы сколько я использовал этот гель я мечтала о том чтобы его выпустили в большом объеме вот как раз который мне сейчас руках это 473 миллилитра его выпустили и бренд ушел к сожалению так случилось но тем не менее его можно заказывать приобретать если вы живете не в россии в общем прекрасный гель очень экономичные у меня тут где-то одна четвертая еще осталось я просто чередую то есть где-то один-два раза в неделю я принимаю душ с кислотным гелем и все остальное время масло либо гель для душа который не содержит мыло здесь к слову тоже мыло конечно нет но более интенсивное очищение за счет наличия кислот поэтому это абсолютный фаворит не только 22 года но и до этого много лет подряд я использую этот гель плюс к нему крем в банке тоже эссей не буду уже его здесь прикреплять потому что церковь на самом деле мне тогда будет много выпуске но просто знаете что это моя любимая линейка после очищения мы с вами перейдем дезодорантом тут на самом деле все очень просто я фанат дезодорантов виши как на самом деле очень многие потому что в аптечном сегменте да и не только дезодоранты виши одни из самых топовых самых эффективных вы действительно многие любят я их использую честно говоря не знаю сколько лет подряд особенно один с красной крышкой который всегда был многим известен это дезодорант 72 часа антистресс но в двадцать втором году к нему вышел такое скажем так собра тоже с красной крышкой на более темный 96 часов клиникал контрол в целом давайте немножко объясню у меня был такой запрос комментариях чтобы снять отдельное видео про дезодоранты виши но я столько проделала по ним работы вплоть до прямого эфира с экспертом своем telegram канале что я уже не стала дублировать это все на youtube если честно потому что это единственные два моих фаворита теперь выше и раньше был только один и он мне подходил теперь мне таких два все остальные дезодоранты просто лично мне по моему запросу и потребностям не подходят они недостаточно интенсивно защищают у них есть скажем так своя аудитория на которую они рассчитаны и более подробно мы обсуждали все это в прямом эфире с экспертом бренда в моем telegram канале он сохранен его можно прослушать все это можно найти по навигации в блоге собственно в telegram канале подписывайтесь что касается времени который указан на этих флакончиках я думаю это важно поэтому я в целом поясню многие думают что если на дезодоранте написано 72 часа например то это значит что нужно не смывать его не принимать душ чтобы он работал 72 часа на самом деле немножко все не так важно учитывать что это именно дезодоранты антиперспирант то есть который блокирует снижает выработку пота потому что просто дезодоранты это только то что маскирует запах но не снижает выработку пота это важно что касается этого времени это имеется ввиду и клинически это все протестировано что когда вы наносите дезодорант допустим вот пиши 72 часа антистресс то попадая в те самые поры попадая в сальные железы которые потовые точнее железа которые вырабатывают собственно под частицы этого продукта там остаются намного дольше чем вот не знаю сколько-то часов то есть даже несмотря на смывание этого продукта с мылом там гелем и так далее все равно вы не сможете его до конца и он будет продолжать работать то есть конечно может быть не в полную силу как вы в первые часы ощущаете его уровень защиты но тем не менее но это не значит что его нельзя наносить повторно я на самом деле наношу его просто каждый раз после того как я принимаю душ как бы не рассчитываю на то что я нанесла этому читала 72 часа но в целом это просто вот как понимается эта самая цифра потому что кто-то утверждает что это просто маркетинг и такой рекламный ход что вот настолько часов на самом деле там все немножко более детальные как раз прямом эфире мы это обсуждали возвращаясь к моим любимым дезодорантом я даже в свое время когда впервые попробовала этот красный крышка антистресс я даже перешла на шариковые дезодоранты хотя никогда их не любила потому что он прекрасно работает антистресс разработан для тех кто испытывает вот повышенное потоотделение именно в момент стресса такая категория людей тоже есть но и в целом если вам нужен очень высокий уровень защиты то это к нему однозначно он прекрасно с этим справляется у него есть запах который никак не мешает не перебивает там аромат и так далее поэтому в целом на любителя кому-то не нравится кто-то считает что он какой-то слишком навязчивый но это опять же на любителя у бренда есть линейки дезодоранты без запаха вообще для чувствительной кожи по моему с белой крышкой поэтому на вкус и цвет можно найти что касается клиникал control сюда добавили антибактериальные дополнительные компоненты действительно еще более такая интенсивная защита получилось честно говоря я вижу в них отличие начиная от аромата здесь он более такой сладковатый и заканчивая тем что действительно мне кажется что он чуть более интенсивный в плане защиты поэтому далее когда я закончу антистресс скорее все буду приобретать каждый раз клик клиникал control также они выпустили для мужской линейки выше есть мужская линейка по уходу за лицом и телом клиникал control для мужчин поэтому в целом если хотите разделять до приобрести может быть в подарок или что-то еще у них есть мужская версия там скорее всего запах будет какой-то более такой мужской скажем так поэтому это однозначно мои фавориты я никакие другие дезодоранты не пробую просто обожаю только у виши я думаю что много найдется в комментариях фанатов именно у этого бренда дезодорантов после дезодорантов будем переходить с вами к таким средствам как со средства для очагов атопического дерматита точнее устранение снизу до покраснения заживления этих очагов и так далее на самом деле я по этой категории средств немало недавно отдельное видео его можно посмотреть по подсказке или перейти на канал найти его по названию со средства при атопическом дерматите у меня их действительно несколько фаворитов и не за один год но самое лучшее за последние где-то полтора года даже уже два это цикапласт спрей от ли рожь позе который мне сейчас третий флакон я старалась фавориты включать еще не только просто любимые средства потому что их много но и те которые действительно несколько раз подряд повторяю то есть один за другим это действительно означает что просто ну замены практически не уникальность этого спрея в том что он содержит в себе все те же активные компоненты что и бальзам цикапласт который мне не совсем комфортно наносить на очаги у меня почему-то от этого еще больше провоцируется раздражение и мне больше помогает именно такая водянистая версия которая не оставляет никакого финиша здесь такой водный раствор наносите при помощи спрея можно это делать на обширные участки тела не касаясь этих самых поврежденных поверхностей не только при атопическом дерматите в первую очередь он заявлен для заживления ожогов каких-то пост пилинговых пост косметологических процедур и так далее то есть это можно применять абсолютно для всей семьи в разных ситуациях я его люблю именно на очаге атопического дерматита либо на те места где я заведомо знаю что они появятся скорее всего у меня это примерно одни и те же локации на коже тела поэтому наношу после очищения кожи на эти участки перед нанесением эмалента быстро впитывается никакого финиша не оставляет это просто как водичка работает прекрасно зуд снимает заживляет убирает покраснение так далее в общем-то 3 флакон бы не использовала подряд если бы он не работал поэтому если такая вещь для вас актуально присмотритесь у него очень низкий расход но срок после вскрытия всего шесть месяцев поэтому его действительно можно использовать либо ежедневно чтобы успеть израсходовать либо для всей семьи и будем двигаться к самому главному я думаю по крайней мере для меня это увлажнение кожи тела потому что эта категория для меня просто необходимо я наношу увлажняющий продукт или по-другому эмалент и каждый раз после контакта с водой соответственно но это два раза в день каждый день у меня здесь много фаворитов я делаю разные подборки в запрещенной сети в telegram много о чем рассказываю и выпуске отдельные были в течение года по уходу за кожей тела и все что я там говорила что мне нравится не нравится так и есть но в этом видео естественно не могу показать им даже топ-5 потому что слишком много для этого есть отдельные видео на канале я решила выделить опять же по частоте повторения этих продуктов и конечно здесь однозначно лидирует сыровой классический крем это в руках у меня пустая банка я больше не приобретала этот крем просто вот сохранилась чтобы вам показать если вы смотрите рубрику пустых банок то вы видели за год наверное раз пять эту баночку я ее постоянно одну за другой покупал на самом деле по соотношению качества объема и стоимости это был самый замечательный крем для сухой кожи для топичной в том числе наносишь увлажнение достаточно жирности умеренно нет какого-то прям сильного финиша и в общем кожа никак не шелушится и не триггерится в общем прекрасный вариант жаль что сейчас такие вот с ним сложности ну я уже тестирую новые варианты и есть некоторые замены скажем так поэтому на самом деле не особо эта проблема тем не менее это однозначный фаворит 22 года потому что покупала я его несколько раз подряд и последнее что в этой категории я покажу это очень легкие текстуры вообще противоположные крему цараве классическому это лосьоны причем лосьоны действительно такие прям невесомые это лосьоны физиогель я снимала про этот бренд отдельное видео на канале познакомилась я с этим брендом в июле 22 года когда они вернулись в россию я купила сначала мувалку потом стала пробовать все остальное в общем почти все средства этого бренда мне очень подходит и их формула вообще запатентованная вот эта история заключается в том чтобы создавать формулу максимально близкую к слоистому строению кожи скажем так ну вообще их форму лучше похоже на ламеллярные эмульсии на самом деле они все основаны на гидрогенизированном лицетине и за счет этого мы в легких текстурах получаем очень интенсивное увлажнение и вот как раз эти лосьоны это на самом деле очень большое исключение у меня из правил для моей кожи когда легкая текстура мне подходит потому что я люблю окклюзивные жирные питательные кремы для тела потому что иначе моя кожа просто через пять минут еще более сухая чем было до но эти лосьоны абсолютно дают обратный эффект и они подойдут как тем кто не особо любит что-то наносить на кожу тела но по каким-то причинам нуждается в этом однозначно берите здесь две версии как вы можете заметить это просто увлажняющие это из линейки для чувствительной раздраженной кожи склонны к покраснения кстати говоря в этой линейке красный из двух средств представленных в россии мне нравится только лосьон для тела потому что крем для лица мне не подошел и как раз выпуске про физиогелия это рассказывала минус у них только один это объем к сожалению нас пока все доступно в таких небольших версиях но за рубежом что умывалка что лосьоны есть в огромных форматах с помпой надеюсь до нас когда-то они тоже доедут мне просто такого флакон 200 миллилитров хватает но где-то на две недели на самом деле это очень печально эти флакончики мне повторные то есть вы уже видели их пустых банках это полные практически здесь уже половины нет здесь полный закрытый флакон текстура одинаковая степень увлажнения одинаковая душик нет честно говоря на своей коже разницы в них не вижу поэтому пользуюсь и тем и другим у меня одинаковое впечатление практически но по составу здесь как бы направление на то чтобы предотвращать какие-то покраснения успокаивать и так далее в общем это однозначно рекомендую и сама очень люблю у них эти увлажняющие продукты также у них есть кремовые средства просто крем есть в увлажняющий вот этой синей гамме по 75 метров я его тоже люблю больше для лица есть версии интенсив увлажняющего крема он более жирные чем первая версия если бы крем был в большом каком-то формате скорее всего для тела я бы его покупала именно может быть даже в кремовой версии особенно на зиму но к сожалению там самая большая версия это интенсив крема и там 100 миллилитров всего то есть мне этого хватит вообще на неделю для тела поэтому я показывал лосьоны в первую очередь и последнее что у нас с вами осталось это увлажнение кожи рук на самом деле у меня много фаворитов этой категории и мне далеко не каждый крем для рук подходит потому что у меня очень сухая кожа рук максимально насколько это возможно и большинство крема для рук дают такой пешки через пять минут я уже так будто ничего не наносила при этом мне нужно чтобы такой крем не раздражал мою кожу очень чувствительную склонную появлению дерматита чем критериев масса и на канале я в прошедшем году снимал отдельный ролик про свои фавориты в этой категории и туда попал один из одной из средств который сейчас он тоже покажу но тем не менее я думаю что буду в двадцать третьем году может быть повторять даже видео про крем для рук чтобы показать вам еще какие-то другие варианты которые мне тоже нравятся и здесь за двадцать трех год я наверно покажу два варианта первое это эуцеринуре репейер плюс потому что несколько таких тюбиков я израсходовал это тоже у меня пустая банка в руках прекрасное соотношение цены и объема текстуры такой молочковой но при этом очень питательный интенсивно увлажняющий который очень долго смягчает руки долго они остаются мягкими увлажненными даже после того как вы помойте руки и допустим не будете какое-то время наносить крем здесь мочевина 5 процентов здесь церамиды и компоненты нмф натуральный увлажняющий фактор который помогает верхних слоях кожи удерживать влагу в принципе нмф он должен содержаться в коже но у отопиков как правило его как раз таки недостаточно из-за генетических особенностей поэтому очень рекомендую где искать эуцерина вообще этот крем я прикреплю ссылку в описании обязательно обращайте свое внимание действительно отличный такой вариант и в остальных моих соцсетях очень много положительной обратной связи на него кто попробовал после моих видео и второй вариант который на самом деле попробовала в конце двадцать второго года но мне действительно понравился я не ожидала взяла его просто вот ну буквально увидев на полке в яблоке вместе с мицелляркой думаю да ладно попробую почему нет это бренд сверн сам взяли люблю этот бренд очень много у меня от него фаворитов гамма тапи алис она предназначена для сухой склоны к атопии кожи но в этой гамме есть такие нюансы как добавление отдушек средства для топика допустим масло мне было причем отдушки такие яркие очень парфюмированные это для меня честно говоря странно но тем не менее этот крем именно версия крем для рук потому что в похожих дизайнах тюбиках у них есть просто еще крем здесь омега 369 здесь масло ши очень интересная текстура текстуры такого плотного мусса очень кремообразная приятная распределяется по коже нет какой-то излишней жирности хорошо питает увлажняет кожу рук но это не подойдет на какую-то раздраженную поврежденную кожу и в принципе это заявлено даже на упаковке плюс здесь есть одушка достаточно такая яркая мне она приятная но просто честно говоря лучше было бы если вы ее не было тут или триглицериды и в общем масло ши как я уже сказала и масло камелии даже есть в общем неплохой состав на самом деле но просто вот татушку я выдвигаем не очень понимаю тем не менее если вам нужен питательный крем но чтобы он хорошо впитывался достаточно быстро и что можно было приступать допустим к работе то обратите на него свое внимание но чтобы на вашей коже не было каких-то повреждений раздражение экземы дерматита и так далее он для этого не совсем подходит и про средства с мочевины я уже упоминала ранее выпусках что если у вас есть повреждения на коже какие-то трещины экземы и так далее пожалуйста наносите средства с мочевиной потому что они могут поджигать скажем так ранки доставлять дискомфорт поэтому мочевина тоже наносится на относительно такую неповрежденную кожу но вот здесь например нет от души как минимум это уже плюс из крема для рук в общем эти за последнее время у меня однозначно фаворитах но если вас эта тема интересует загляните на канал в отдельное видео про крема для рук на этом у нас с вами все я надеюсь что было интересно фавориты мы на этом заканчиваем подводить за прошлый год и будем уже с вами снимать выпуски про какие-то текущие новинки про текущие обзоры и не забывайте подписываться на youtube канал чтобы он еще больше быстрее развивался всем спасибо за просмотр